Всем привет. Недавно я делал обзор на версию подобной штуки, которая вызвала достаточно бурное обсуждение в комментариях. В этом обзоре посмотрим на другой вариант штуцера для насоса с дополнительным шлангом и иным механизмом фиксации. Обзор на первую версию штуцера можно почитать тут. Это представляет из себя штуцер с коротким шлангом, кроме этого, тут другой механизм фиксации на ниппеле колеса. В прошлом обзоре штуцер удерживался за счет металлической пластины, которая цеплялась за витки ниппеля, а обзорный удерживается за счет сжатия силиконовой втулки, которая, в свою очередь, плотно охватывает его металлическую часть. Фиксация производится поворотом рычажка на 90. Вот как выглядит втулка в свободном и сжатом виде, размеры, вес. Шланг толстый, но гнется хорошо, подходит для любого насоса с резьбовым наконечником, в полностью вкрученном в наконечник насоса виде, головка с рычажком может вращаться, по оси шланга. Это позволяет удобно его устанавливать в любом положении сверху, снизу или сбоку, устанавливается просто, но ход рычага в этой конструкции более тугой, так как в надетом на ниппель состоянии, прилагается усилие нажатия силиконовой втулки, в установленном состоянии воздух не травит, за полчаса давление не упало, по моему мнению, за счет бокового подвода шланга. Обзорным штуцером более удобно пользоваться, чем из предыдущего обзора, если рабочее пространство ограничено, например, при накачке небольших колес, однако, есть подозрение, что данный штуцер прослужит более короткий срок времени, так как силиконовая втулка постепенно будет приходить в негодность, также есть вопрос, как она будет себя вести на морозе. Вот так она выглядит после четырех колес, уже появились ошметки силикона, но держит по-прежнему крепко, за счет дополнительной трубки не получится аккуратно спрятать его в некоторые модели насосов, как предыдущий вариант. В целом, я бы отдал предпочтение версии из прошлого обзора, хотя обзорным штуцером, в определенных условиях, может быть удобнее работать, на этом все. Всем добра, пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok